Друзья, мир всем! Рубрика Крестьянская Кухня продолжается. И сегодня мы разберем один очень интересный вопрос, который идет из глубокой древности. Вопрос очень сложный. Как напитаться и напитать свою семью, когда у тебя ничего нет? Но мы знаем одну пословицу, которая была, наверное, у крестьян, что голь на выдумке хитра. И мы сегодня поделимся одним очень интересным рецептом, который передавался из поколения в поколение. От отца к сыну, от деда к внуку и так далее. И в итоге дошел до нашего времени. Сегодня мы его расскажем. Впереди у нас рождественский пост, поэтому этот рецепт скоровный. То есть, когда есть молочко, молоко, сметана и еще некоторые ингредиенты, о которых мы сейчас расскажем. И так, сегодня нам не придется бегать по улице и гонять коз, собирать яйца у курта и еще кого-то. Значит, что для этого нужно? Для этого нужна самая обычная соль. Обязательно сухари. Как приготовить сухари мы обязательно расскажем в каком-нибудь следующем ролике. Как выпечь хлеб, как сделать сухари. И обязательно нужна сметана. Можно сливки, либо сметана. Сметана для этого дела пойдет лучше. И, конечно же, тарелки с чашками. Чем мы будем кушать? По-моему, я забыл про кипяток. Нужна колодезьная вода, а кипяток мы приготовим с помощью электричества. Берем чайник. Набрали чайник. Ну все, идем дальше. Итак, а теперь мы приступаем непосредственно к приготовлению нашего блюда. Я вот даже одел фартучек. Я забыл сказать, как называется блюдо. Блюдо называется сухарница. Итак, Господи, благослови. Для этого мы должны основной ингредиент разложить по тарелкам. Соответственно, раскладываем в зависимости, где сидит взрослый, где ребенок. Где-то побольше, где-то поменьше. Вот, ну, сюда мы можем побольше положить. Вот так примерно. Дальше. И готово. Первый этап готов. Дальше мы добавляем соль обязательно. Немножечко. Соль придаст нам определенный вкус. Но соль вещь полезная. Это и в Библии написано. Поэтому без нее никуда. В умеренных количествах. Дальше мы раскладываем сметану. Можно побольше, можно поменьше. Могу еще добавить. Больше добавишь, будет вкуснее. Вот так. А пока мы распятывали, мы слышим, что закипел чайник. Бежим за чайником. Итак, мы приблизились к самому кульминационному моменту, когда будет приготовлена наша сухаринца. Мы заливаем кипятком наши сухарики. Льем по сметанке, чтобы она в этом кипяточке растворялась. То есть по всем сухарикам. Все это заливаем. Долго не ждем. Папа благословит. Бо благословит. Сегодня, ребятишки, мы кушаем блюдо наших предков, которое называется сухарница. Ну-ка, давайте попробуем, что они там ели раньше, да? Нравится. И скажем, нравится оно нам или нет. Я тут узрел, что соли не хватает. Если кому соли не хватает, можете добавлять чуть-чуть, потому что я добавил всем по чуть-чуть, чтобы не пересолить. Жена, а у нас есть еще что-нибудь на второе? Ну вот, это дело другое. Сейчас мы покушаем. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok